Привет всем, дорогие мои зрители и гости моего канала. В этом видео я вам хочу показать мою недавнюю покупочку от марки, которая называется вот так. По-моему, Einweins. Здесь написано «Сама марка». В общем, купила я недавно вот эти две палеточки и одну однушку одного оттенка. Так как меня попросили, чтобы я снимала видео про косметику, я решила снять вот это видео и показать вам свочи вот этих теней. И будем смотреть вообще какое качество. Вот эти тени, вот эту однушку я купила намного раньше, уже успела попробовать. Сейчас я открою. Здесь была такая, значит, как говорится, защита. Есть вот такая вот кисточка, спонж. Вот, как выглядит. Мне понравилась пигментация. Очень хорошая, насыщенная пигментация. Здесь вы видите, что как бы немножко рассыпаны вот эти тени, но на лицо не осыпаются. В общем, сейчас мы сделаем слочек. Чтобы показать первые слочки этих теней. Видите? Сейчас мы нанесем на руку. Поднимесмотреть. Очень мягкие, красивые, невульгарный тон. Видите? Можно смотреть от всех сторон. Если нам надо взять больше, возьмем больше, подправим. Прекрасно растушевываются. И так как мне понравились вот эти тени, я решила пойти еще раз в магазин КАД. Потому что я в магазине КАД покупала вот эти тени, эти палеточки. И вот эти две палеточки и три лака я купила за очень демократичную цену. Заплатила за это все всего лишь 7 евро, как вы видите. Видите? Я опять вам показываю чек для того, чтобы вы могли понимать, что иногда есть очень дешевая косметика и качественная косметика. Надо просто пробовать и убеждаться, хорошее или нет. Цена дорогая вам не даст гарантии, что эта косметика самая лучшая и самая качественная. Всегда надо делать тест. Так как мы делаем тест парфюмерии, также надо делать тест косметики. Если, конечно же, есть возможность. Давайте будем смотреть вот эти тени, вот эти оттенки. Четыре оттенка здесь. Уже упал. В общем, здесь такие светленькие оттенки, а в этой палетке похожие, но немножко темненькие. И хотелось бы мне попробовать. Ну, этот кремовый, не знаю как. Давайте попробуем вот этот розовенький оттенок. Хорошо ли набирается на кисточку. Я, конечно, не визажист, не специалист, но вроде бы неплохо делаю сама себе макияж. Вот такой оттенок. Вот у нас растушевка. Ну, вот, подсматриваем. Здесь мы нанесли вот этот оттенок. Очень нежный, практически незаметный. Но вот арку бровей прекрасно подойдет вот этот оттенок. Дальше берем новую кисточку. Какой же оттенок попробуем. Попробуем вот этот оттенок. Я вам покажу поблизже, как набирается. Такие очень нежные оттенки. Прямо вот. Это же можно использовать базу под теней. Я здесь вам показываю здесь базы. Сейчас, наверное, я свет уберу. Может быть, так может быть, лучше. Все-таки со светом лучше. Делаем дальше скочек этого оттенка. Вот так. Вот так. Получается. Очень-очень нежный фиолетовый такой цвет. Ну, в принципе, и на день эта палеточка подойдет, я думаю. Еще мне хочется попробовать вот этот оттенок. Вот. Вот этот брат посыпался. Ну, это вообще такое непонятное, да? Смотрите. Некачественное вообще. Некачественное. Вот вам сводч. Смотрите, реально. Никуда не годится. И что я могу сказать? Могу сказать, что вот эти дешевые тени никуда не годятся. Вот вам результат дешевой цены. Правильно? Розовый мне понравился. Белый вот этот мне понравился. Вот эта однушка. В общем, однушка самая лучшая. Из этой палетки только розовый. Ну, что, попробуем кремовый. Раз уж мы попробовали. Я на подсветку буду использовать кремовый. Кремовый цвет. Белый. Не чисто белый. Тоже нежненький тут подойдет. Вот этот мне тоже подойдет. Нежный. Немножко прозрачный. В общем, вот этих два светлых. Ну, это еще может подойти. Иногда можно использовать при дневном макияже. Делать дневной макияж. В общем, вот этот цвет последний мне вообще не понравился. Вы увидите. Тоже нежный оттенок подойдет для подсветки углов в глазках моих. Дальше попробуем мы какой кисточкой. Давайте для растушевки вот эту возьмем. Ну, наверное, вот эту будем набирать. Так. Так. Плохая пигментация. Практически незаметно. Незаметно. Крошится. Такой оттеночек. Легкий розовый такой оттеночек. Пригодится. Но я не в восторге. и еще давайте будем пробовать вот этот. Набирается плоховато. По-моему, они сухие. Не знаю, я не разбираюсь сильно, но смотрите, какая пигментация плохая. Набирается плохо, по-моему. Сухой вот этот оттенок. Тени сухие. Практически ничего не видно. но иногда надо вот такие тени легкие на дневной макияж могут подходить. Ну что ж, раз уж мы пробовали все, давайте вот этот еще попробуем. я вот так вам ближе к камере поднесу. Вот. Видите? и давайте делаем опять вот он. Это сводь. Ну, хотя бы вот этот можно растушевать. Ну, видите, какие здесь вставляют крошки. Это мне не нравится. хотя растушевать можно. Видите, как растушевают. Вот этот хорошо делает растушевать. О! В общем, не знаю, специалисты макияжа посмотрят это видео, мне напишут, наверное, скажут свое мнение про эту палетку, про эту марку. В общем, на этом все. В общем, мне понравились вот эти. Не о чем нечего говорить. У меня еще есть кисточка чистенькая. Смотрите, прохватит. Там не кремовая. Так. делайте аппликацию. Вот вам результат. Красиво блестит. вот такие вот свочи. еще я хотела вам показать вот эти лаки, которые я купила. Вот марки i1c. Этот оттенок мне очень сильно понравился. Вот этот фиолетовый цвет я люблю. Сейчас я сниму лак с этого ногтя. Вижу, что у меня уже немножко слетает. и накрашу вот этим цветом. Фиолетовый и красный цвет хорошо сочетается. И покажу вам свочи. Прерву видео, накрашу и покажу вам все. И вот такие вот оттенки мне очень понравились. Это топ квад. Открою я сейчас. Потому что неплохое. Только мне интересно как сушится. Быстро или не быстро. Тупак. Такой золотой цвет. Мне кажется там как будто какие-то клапаны золота. Кусочки золота. Вот смотри лак. Еще раз этот покажу. Вау. И вот этот сейчас я пойду красить. кисточка. Накрасила я мои ногти. Вот какой цвет получился. Очень красивый. Конечно же сложновато красить вот этим лаком. Очень жидкий. Делала три покрытия. чтобы достичь вот этого результата. Ну на этом я с вами попрощаюсь дорогие мои зрители. надеюсь что видео вам понравилось. До скорой встречи. С вами была Татьяна. Я вас всех целую. Пока пока. пока.